Привет, друзья! В мире можно встретить людей, которые выглядят в точности как мультяшные герои. И это неудивительно, ведь многие фанаты переделывают свою внешность, либо сами мультфильмы подражают реальным людям. Или просто это заговор, и мультяшки тайком проникают в нашу жизнь. Сегодня на канале Уфэкт мы покажем вам героев мультфильмов, которые живут среди нас. Помните старичка Карла Фредриксона из мультфильма Вверх? Так вот этот мужчина – его реальная копия. Он не пытался походить на главного героя, да и создатели фильма не копировали его внешность. Просто получилось вот такое забавное совпадение. А это упитанный 9-летний скаут Рассел из того же Вверх. И здесь почти 100% сходство с настоящим мальчиком. Думали, что ленивцу из Зверополиса не будет подобных по внешности людей? Не угадали. Такая, заметьте, девушка действительно существует, и эта пародия бесподобна. Мальчик Лингвини из мультфильма Рататуй, который впоследствии становится настоящим шеф-поваром с помощью своего друга Крисенка Рэми, тоже существует на самом деле. Парню совсем не надо было что-то в себе менять. Одного выражения лица достаточно, чтобы узнать в нем главного героя. В мультфильме Суперсемейка была мультяшная героиня Эдна Мод, которая делала костюмы для супергероев. А теперь посмотрите на эту женщину, которую зовут Линда Хант. Интересно, кто кого скопировал? А теперь простая загадка. Попробуйте угадать, кому из героев может принадлежать такой самолет. Свои догадки пишите в комментариях. Узнали игру? Это же War Thunder, бесплатная игра про танки и самолеты. Чтобы вам ее не искать, ссылка будет в описании под этим видео. Также по ссылке можно получить крутой подарок в игре. Двойник алчного мистера Бернса из Симпсонов в реальной жизни такой же зубастый. А вообще прототипом этого героя был совсем другой человек. Фред Олсен, норвежский промышленный магнат, который явно не симпатизировал создателям мультфильма и в реальной жизни был мало похож на мистера Бернса. А в этом случае все наоборот. Персонаж Кал Дрога из Игры Престолов невероятно похож на Шрама из мультфильма Король Лев. Совпадение? Или персонажа специально сделали похожим на мультяшного льва? Питер Гриффин в реальности выглядит именно так. Такой же подбородок, прическа. Ему только не хватает круглых очков. Но думаю, втайне он все-таки их надевает. Этот пёс породы Грейхаунд вполне может сойти за Сида из ледникового периода. Тот же взгляд, нос и длинная шея. Еще бы зубы такие были, вообще не отличишь. Все помнят героя мемов самого грустного кота Грампи Кэт. Так вот и здесь не обошлось без пародий. Никого не напоминает? Я вам подскажу. Это же мастер Шифу из кунг-фу панды. Как две капли воды похожий обычный мужчина, которого заметили в метро, и Грю из Гадкий Я. Интересно, мужчина знает, что он похож на мультяшку? Или просто недоумевает, когда на него косятся люди и втайне фотографируют в метро? Девушку-циклопа Лилу из фоторамы тоже всячески пытаются спародировать. Благо, что не делают себе один глаз, а просто выпячивают губу и делают похожую прическу. Но все равно очень правдоподобно, что скажете? Этот парень явно очень хочет быть похожим на Эрика Картмана из Южного парка. Особых усилий это не составляет. Одел курточку, бирюзовую шапочку с желтым бомбоном и плотно поел. Надеюсь, он только внешне пытается копировать Картмана. Ведь, как мы знаем, этот персонаж совсем не пример для подражания. Девочка Бу из корпорации монстров существует на самом деле. Милая девочка в розовой кофточке и с косичками – большая фанатка мультфильма. Поэтому ей только за радость перевоплощаться и чувствовать себя главной героиней. Реальный Джонни Брау выглядит даже лучше, чем в мультфильме. У мультяшного Джонни были настолько залиты лаком волосы, что их не брала машинка для стрижки волос. Да и умом он особо не отличался. Надеюсь, этот парень копирует только внешность. Этот маленький герой, который скопировал Бэтмена, вовсе не человек. Это обычный кот, который явно не подозревает, насколько он крут. Кстати, замечали, что у каждого супергероя в мультфильмах есть свое уникальное средство передвижения? Еще одна загадка. Кому из героев ролика принадлежит этот танк, или кому он больше всего подходит? Свои ответы оставляйте в комментариях. Если вас заинтересовал War Thunder, ссылка на танки и приятный бонус доступны в описании к этому видео. Несмотря на такую красивую и реалистичную графику, игра работает на всех компьютерах. И напоследок мы оставили знаменитость, которая похожа на Миссис Картофельную Голову. Тяжело представить, кто бы это мог быть. А это не кто иной, как Ники Минаж. Вряд ли она хотела выглядеть, как картофельная голова, но тем не менее ей это удалось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!